Я думаю, тут особо комментировать нечего. Была борьба на каждом участке поля. Самодача с двух сторон, с двух команд. Желание победить. Надо было бы нам, для того, чтобы выиграть, надо было забить еще второй гол. А как можно его забить, если в команде нет нападающих, это уже другое дело. Я думаю, что у Вереса нападающих на три команды, а у нас нету даже ни одного. И видели, как нападающие Вереса придерживали мяч, выигрывали головой, цеплялись за него, его остро атаковали. Ну, а мы можем только за счет атакующих полузащитников, которым где-то непривычно играть на тяжелом поле, потому что у нас совсем другая игра. И где-то сложно, я смотрю, уже вторую игру. Мы запретили играть в короткий пас, все равно они играют, потому что так привыкли. Наверное, в некоторых моментах надо было где-то попроще подключить фланги, передачи, туда лететь, пытаться замыкать. Ну, для победы с такой командой надо забивать как минимум два мяча. Для нас это много два мяча, потому что забивать по большому счету некому. В прошлом году забивали защитники, и в этом они продолжают. Ну, уже меньше как бы. Поэтому я думаю, что как-то, наверное, чуть-чуть несправедливо. Сегодня, я думаю, где-то ничейная игра. Да, мы чисто психологически после забитого мяча всегда команда садится, и что бы вы ей ни говорили, она все равно играет от обороны. И говорили мы, что надо атаковать, продолжать пытаться. Ну, как бы лучшая защита – это нападение. Просили атаковать, продолжать, пытаться как-то забить еще гол. Ну, это психология, очень сложно. Мы смотрим даже футболы рангом повыше. Как только команда выигрывает, начинает садиться, а вторая начинает атаковать. Основная проблема в команде – это нет нападающих забивного. Вот это проблема. Психологическая яма, ну, я сомневаюсь. Команда старается играть в футбол, бьется, самодача, желание. Да, поэтому тут она строится полкоманды новых футболистов. Тут даем, видите, в одной игре одни играют, в другой игре другие играют. В принципе, игра как бы не меняется от этого. Ну, где-то, где-то, может быть, есть какое-то невезение. Сахтырка пропустили на первой минуте, в Черновцах удаление, не забили пенальти. Ну, как бы это, наверное, не случайно или случайно. Где-то из-за этого, наверное, не выиграли мы эти три игры. Но ничья, скажу вам честно. Настраивали только на победу. Планировали поставить еще вчера вечером два нападающих. Сегодня должны были выйти Шаврин и Лакуста. Два нападающих, потому что 100% Мазер смотрел наши игры. Мы с ним общались, и он рассчитывал на другое. Ну, мы сегодня приехали в раздевалку футболисты, Лакуста, температура, Шаврина, температура. Сыграли без нападающих вообще. Ну, Берк – это атакующий по защите. Поэтому и так бывает. Спасибо. Спасибо.